В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие конференции «Россия и Китай в меняющемся мире». Открытием торжественной части стали приветственные слова генерального консула Китайской Народной Республики в городе Казань Сяньбо и проректора по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишева. Сила дружбы между народами Китая и Россия постоянно укрепляется и расширяется. И мы глубоко ощущаем сильное желание и видим практическое действие российских друзей по развитию китайско-российского сотрудничества и содействию дружбы между нашими двумя странами. Уже общее количество студентов россиян, которые изучают китайский язык приближается к тысяче. И на сегодняшний день более полутора тысяч студентов на десяти профилях подготовки в Казанском университете также изучают китайский язык. И он стал одним из центров протяжения для китайских и российских студентов, для которых созданы комфортные условия для обучения. Кроме того, в зале попечительского совета Казанского университета состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и открытии регионального отделения общества российско-китайской дружбы в республике Татарстан. Это первое общество дружбы с народами зарубежных стран, которое работает в Москве с октября 1975 года. С момента создания общества ни на один день не прекращало свои деятельности и внесло важный вклад в восстановление и развитие российско-китайских отношений. Особую радость нам всем в Москве доставляет то, что здесь в республике Татарстан создается региональное отделение общества. На форуме представители науки России, Китая и других стран смогли не только обменяться мнениями по проблемам сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики, но и объединить усилия в становлении и укреплении международных связей в области науки и образования. Для меня большая честь открывать своим небольшим докладом нынешнее заседание. Называться оно будет «Борьба с эпидемиями в Китае в историческом прошлом». Китайская медицина, вызывающая повышенный интерес в современном российском обществе, является значительной, уважаемой и весьма специфической частью многовековой китайской цивилизации. Обсудить волнующие для себя вопросы участники форума смогли и в шоуруме Казанского федерального университета. Именно там была организована экспертная площадка «Россия-Китай. Сотрудничество и развитие в условиях нестабильности». Спикеры обсудили углубление сотрудничества стран в различных областях. Третий международный форум «Россия и Китай в меняющемся мире» продлится до 12 ноября. Напомним, что в этом году мероприятие посвящено таким знаковым событиям, как 65-летие Общества российско-китайской дружбы и 15-летие со дня открытия Института Конфуция в Казанском федеральном университете. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.